Всем привет! У меня появились новые дополнения к Android Netrunner. И сегодня мы посмотрим карты дополнения Democracy and Dogma. Это один из лучших датапаков этого цикла. Момба цикла. И в следующих видео, надеюсь, я расскажу о Fear the Masses, Liberated Mind. Ну и по самому последнему на сегодняшний момент высшему паку 23 секунды из совершенно нового цикла. Проверю как он называется. Вот. Цикл называется Flashpoint. Это будет всего 4 видео. Надеюсь, как можно быстрее их выложить. Итак. Вот Democracy and Dogma. Это третье дополнение. И четвертое дополнение. Уже видео появилось. Севсет Айленд. Оно у меня появилось раньше, чем остальные. Ведь я недавно докупил. По нему видео уже было. Из последних. Вот. Ну и, соответственно, сегодня мы поговорим про демократию и догму. Об остальных потом. Итак. Демократию и догму. Я уже сказал, что это одно из лучших дополнений. этого. Этого цикла. Сейчас мы узнаем почему. Карты. Итак. Начинаем. Политикал графики. Это ивент анархов. Мы можем делать ран на архиве, если успешно. Вместо того, чтобы взять карты. Мы добавляем графики к аджендам в корпоративный score area корпорации. К любой агенте. Как condition counter. С текстом агента стоит минус 1 agenda point. И мы трэшим political графики. Если корпорация уничтожает вирусные каунтеры. Это такая неплохая попытка сделать. Какой-то аналог ньюстрим допустим. Который есть у корпорации. Когда мы кладем его в score area раннера с значением минус 1 agenda. Но здесь она, во-первых, присоединяется к агенте. Если корпорацию уничтожит. То, соответственно, она уничтожит. Ну и более того, корпорация может потратить целый ход. То есть, три клика. Ну или там, карту Cyberdex Virus Suite. Чтобы уничтожить вирусные каунтеры. И эту уничтожить. Так что ее значимость, она этой карты приближается к нулю. Разве что у анархов не появится карта. Там, на которой написано, что корпорация не может рожать агенды. Корпорация не может пержать вирус каунтеры. Но если такая карта появится, то ну, скажем так, победа у анархов, она станет слишком паломной. То есть, ее никогда не выпустят. Вот. И, соответственно, это все равно будет. Ну, такой карты не будет. Political Graffiti не заиграет ни в каком из вариантов развития нет раннера. Откладываем ее налево. И у нас есть раннер Neo-Sever. Расход. Мы можем делать jkout. Когда мы встречаем Sentry. Ну, Sentry это, наверное, один из... Ну, единственный лед, который может причинить нам вред. Тип льдов. То есть, потому что у него в сабрутинах это нет дамаг. Трэш-программ можно встретить. То есть, он такой опасный. Ну, а катгейты и барьеры в массе своей. То есть, они просто in the run. Если где-то мы хотим делать jkout, так это на Sentry. И криминалы используют даже там такие карты, как Fairy. Ну, одноразово для того, чтобы избежать таких Sentry. Потому что... Вот. И у него еще один Link. Так что Nero, думаю, что можно использовать. Но сейчас, скажем, в какой-то сверхагрессивной деки на раннере. Вот. Которая очень активно идет ко льдам. То есть, постоянно... Ну, скажем так, постоянно их пробивает. Так что, я думаю, вполне себе нормальная способность. И колоду на этой карте... Ну, их пока нет таких среди выигравших. Но, возможно, она появится. Возможно, когда появится какой-нибудь такой опасный Sentry у корпорации, который везде будет по умолчанию включен. Вот. Ну, дешевый. Так. Следующее. Ну, я все-таки его налево откладываю. Потому что реально сейчас у криминалов есть гораздо лучшее, скажем так, представители. Ну, взять того же Armando, того же Armando, который там... В которого способность гораздо лучше. Reflection — это консоль. Когда мы делаем GK, вот корпорация открывает одну карту HQ рандомно. И еще она дает нам плюс один memory unity, плюс один Link. Вот. Ну, соответственно, эта карта сделана, чтобы работать с Nero. Но у него слишком, скажем так, маленькая, ну, не очень внятный текст. То есть, она открывает корпорация, там открывает корпорация карту из HQ. Но, собственно, что нам это дает — непонятно. Вот. Ну, она только дает нам плюсики. Вот. Но, в принципе, это недорогой hardware, который может использоваться вне зависимости от того, когда мы используем его Nero Severino. То есть, может и с другими используются. И есть колода, в которой он используется, но явно не как основополагающая карта для колоды, а как такое хорошее дополнение, когда нужен Link, когда нужен memory unit. Ну, в принципе, ее можно перевести в правую часть. То есть, как это одна из хороших карт. Ну, потому что, действительно, хороших hardware'ов, ну, не считая Desperado, если вы не используете Desperado, то, вот, вы можете использовать Reflection. Итак, Spy Camera — это одна из тех карт, в которых мы… Limit 6 в колоде. И мы можем, ну, первая способность, за клик мы можем посмотреть X-карт и, скажем так, составить их в любом порядке. И X — это число из тренизерных Spy Camera. Но, вряд ли, мы будем ее использовать. Мы будем использовать последнюю способность. Посмотрим на верхнюю карту RnD. Ну, по трэше, посмотри на верхнюю карту RnD. И это отличная способность, потому что очень часто думает раннер, бежать ему на RnD или нет. Что-то у него наверху. Сейчас мы это точно знаем. И с Армандом Гействолкером, который за трэшем мы получаем. Берем карту. Это беспровержный вариант. Вот. И это активно используется. У Армандо совершенно точно. Должна быть обязательна, Spy Camera. Но использует у Хэри Каплан. То есть использует вот ее вкупе с репликатором. Даже репликатор и Гействолкеру могут поставить. Ну, и репликатор позволяет, когда мы сенсилили одну, поискать колоду и забрать себе еще одну копию. То есть у нас 6. У нас всегда найдется только пища для репликатора. Вот. И для Армандо это одна из лучших карт для криминалов. Ну, Арманд Гействолкер, по мнению, один из лучших identity для криминалов на данный момент. Political Operative. Вот. Если только мы инсталируем, только если мы сделали успешный ран на HQ в этом ходу, но это не сложно. И трешим, платим треш-код любой карты, которая резнута и трешим эту карту. То есть это безопасное, спокойное убийство любой карты у корпорации. Вот. Любого, скажем так, ассета, который нам не нравится, который защищенный льдами, у нас нет. Ну, как бы и любого льда, который нам тоже не, тоже не нравится. А, нет, треш-код. Да, это для ассетов. Это для, извините, у льдов нет треш-коста. То есть это для ассета, до которых мы можем добраться. Ну, то есть заплатить пять, чтобы убить, там, Сан Сан Сити Грид или какой-нибудь джифс модул биороида. Это бесценно. То есть эта карта всегда играется. Тем более у него одно влияние. В криминальных деках она всегда исключается. И даже не в криминальных. И вот тоже кладут хотя бы одну, для того, чтобы иметь все-таки возможность убить ассеты. Сада Ята. Это айсбрекер. Вот. АИ. И мы можем сломать любую, любую субрутину на льде, в котором три или больше субрутин. Ну, не очень-то обширный образ применения. Сразу отсекает нас. И, ну, то есть довольно-таки хорошая субтах, хорошая цена, но только на три или больше суб... А, сабта, субтипов не субрутин, извините. То есть это на льдах, у которых много субтипов. Ну, соответственно, таких льдов сейчас мало. Их почти нет. Использую, так что ее мы откладываем до лучших времен. Freedom True Equality. Event Current. Current, понятно, что он, когда он играется, он лежит на столе. И пока агенда... Другой current не сыгран, для агенда заскорена, то есть он не убирается. Когда мы украдем агенду, мы добавляем Freedom True Equality. Наша score area, как агенда, со мной один point. Ну, это, соответственно, победная карта для раннера. Это нейтральная, в ней нет никаких инфлюенсов. То есть, и, соответственно, Freedom True Equality идет в любую колоду раннера. Вообще, в любую сейчас, которая есть. Ну, она просто туда входит. Вот. И... Потому что иногда именно одного очка агенда хватит для победы. Вот она есть. Прямо у нас в колоде. Не надо переживать. Но она обычно одна идет. Ну или две. Вот. Но она входит. И это одна из лучших карт. Даже вообще для карт раннера за всю историю игры. Freedom True Equality. Акшара Сарин. Каждый игрок имеет дополнительный клик, чтобы потратить в течение своего хода. Вот. Ну, соответственно, это карта раннера. И мы даем корпорации, возможно, засчитывать с руки агенды на три. Которая, соответственно, ну, мы даем корпорации слишком большое преимущество. У них четыре клика. У нас пять. Чтобы эта карта имела хоть какой-то смысл. Ну, не знаю. Я не думаю, что она где-то будет использоваться. Я бы хотел посмотреть колоду, в которой она это есть. Councilman. Когда корпорация резет ассет или апгрейд, мы можем заплатить кредиты равные этому косту и потрешить Councilman. И если мы это делаем, мы делаем этот ассет или апгрейд. И корпорация не может резать до конца хода. Councilman тоже нейтральный. Тоже нет Influencer. То есть она тоже идет во все колоды раннеров. Ну, не во все. Во многие. Потому что это хороший способ борьбы с быстрыми. Зачитываем с дживсами. Ну, с неожиданными ассетами или апгрейдами. Ну, допустим, Session. Ну, все. Все ловушки, которые приготовит корпорация. То есть мы можем с помощью Councilman избежать. Потом найдет во все. То есть, ну, как вы поняли, это дополнение. Democracy and Dogma. Наверное, обязательно к покупке. По крайней мере, тем, кто играет за раннеров. И мы переходим к картам корпорации. Вот впервые у нас стопка справа больше, чем стопка слева. Стопка хороших карт больше. Voting Machine Initiative 5.3. Когда мы score, мы помещаем три агента каунтера. И когда ход раннера начинается, мы можем потратить один каунтер. И раннер теряет один клик. Ну, не особо интересно. То есть есть у Hasbro и лучше адженды. Clone Suffrage Moment. Ну, Suffrage это так называемое движение суфражисток. То есть, ну, скажем так, за независимость, за равные права. И вот такое движение за равные права клонов. Когда ход начинается, мы можем дать одну операцию из архива в HQ. Если нет лидов, которые защищает этот сервер. Ну и, соответственно, 1-2. И, соответственно, это одна из таких классных карт. Действительно классная. Потому что мы можем многократно играть операции. Доходит тот же хедж-фанд. Задержать денег. Ну, любую операцию, в которой можно. То есть, операций достаточно много хороших. Тем более, у Hasbro. Поэтому очень-очень отличные карты. Которая во многие колоды идет. Hasbro сейчас. Bioethic Association. Когда ход начинается, мы делаем один дамаг. Если нет лидов, которые защищают этот сервер. Вот. Ну, соответственно, джентеки. Для джентеков это будет нормально. Но особо не применимо. Потому что нет-дамаг это все-таки такая опциональная вещь. Нет-дамага желательно иметь много. Political Dealings. Когда мы дровываем агенду, мы можем открыть ее и заинсталлировать. Это бесполезный ассет для джентеков. Тем более, с количеством влияния. Потому что быстрый зачет. Аджент. Ну, и мы ее должны подровать еще. Как-то поместить. Там можно себе представить колоду на основную. Вот. Trick of light и prediction. Но, скажем, сейчас она непредставима. Clones are not people. Это операция current. Это и когда мы заскорим агенду. Мы добавляем клоны не люди. Агенду ценой 1 Agenda Point. Вот. И, ну, это достаточно интересная карта. Вот. Можно себе представить ход, в котором мы играем. А! Это тоже аджентеки. И тоже быстрый зачет. Ну, когда мы только какую-то адженду быстро зачитываем. Но у джентеков нет. Практически. Ну, практически. Вот. Таких 2.1. Которых мы можем быстро зачистить. Вот. Но, соответственно. Вот. Мы видим все эти карты для джентеков. Они нацелены на быстро. Скажем так. На fast advance. Возможно, мы скоро увидим. Ну, другие карты. Которые помогут джентекам. Какую-то колоду там построить. Будет, наверное, интересно. Вот. Но пока нет. Sense Actors Union. Ну, союз артистов. Типа Sense. Это таких сенсуальных. Чувственных. Когда ход начинается. Мы можем подробить 3 карты. Если нет лидов, который зачитывает сервер. Если мы делаем. Добавляем одну карту из HQ. Но не с R&D. То есть эффект. Это сравним с разорвавшейся бомбой. На самом деле. Потому что. Мы прячем адженды. Если их на слишком много. Мы берем 3 карты. И практически. Бесплатно. Ну, вообще. И реально бесплатно. Только за клик. Но. Он начинает работать только на ходу. Который. Совершается. После этого. То есть. Когда мы выложили. Мы ждем. Ну, раннер обязательно должен ее потрешить. То есть. Это не вопрос. Потому что это слишком сильный эффект. А льдами мы защищать не можем. Только какими-то апгрейдами. Вот. Но. Эффект слишком сильный. Если мы хотим составить раннера. Сделать run. Потом что-то использовать. Какой-нибудь C-Source. То. Это здесь. Она идет. Тоже во многие колоды. Скажем так. Ambien. То есть. Отличная карта. Commercial Bankers Group. Когда ход начинается. Мы получаем 3 кредита. Если нет льдов. Защищающие серверы. Тоже. Достаточно. Хорошая. Карта для Вейландов. То есть. Заставлять раннера. Делать ран. Терять что-то. Но. Мы платим 1. Чтобы ее резнуть. Ну. И. Соответственно. Мы это можем сделать. Выложить в закрытую. Ну. Резнуть в начале. С последующих хода. Как правильно это сыграть. Вот. Но. Спам ассета. Все-таки характерен. Больше для NBN. Чем для Вейландов. Ну. В принципе. Достаточно отличная карта. Для Вейландов. Момбат. Сити холл. За один клик. Можем. Поискать. Альянс. Карту. Альянс. Открыть. И. Заинсталлировать ее. Ну. Соответственно. Если у нас. Достаточно сильный. Альянс. Карты. Альянс. Альянс. Это полезно. Но. Не для всех. И не всегда. Поэтому. Направо. Бейлиф. Барьер. 2.0. Когда раннер. Брекса. Собрутин. Мы получаем. Один кредит. Ну. Это такой аналог. Ники. Вот. Попап. Виндов. Ну. Соответственно. У нее есть. Индзеран. Так что. Достаточно хорошая. Такая карта. Недорогой лед. Но. Вейландовский. Ну. Кроме. Вейландов. Особо. Из-за его. Коста. Не засунуть. Сурат. Ситигрид. Когда мы. Сделаем. Рез карты. Которые защищают. Этот сервер. Не включая. Именно. Сурат. Ситигрид. Мы можем. Резнуть. Други карту. Снизив ее. На 2. Есть. Клоды. Которые используют. Ну. Типа. Такое. Комбо. Когда они. За. Ну. Используют. Иссы. Ссылки. Достаточно. Дешевый. Этот. Апгрейд. Регион. Вот. Ну. Естественно. Используют. Но. Не в таких. Больших. Масштабов. Так. Мы. Увидим. Что есть. Тут. Практически. Сравнимое. Количество. Хороших. Плохих. Карты. Разреди. Плохих. Есть. Такие. Которые. Вполне себе. Используюсь. Вот. Нет. Откровенно. Плохих. Поэтому. Именно. Вот. Дополнение. Демократия. Догма. Я бы. Советовал. Приобрести. Оно. Станет. Одним. Самым. Определяющимся. Почему. Во-первых. Из-за. Кардраннера. Freedom True Quality. Которая во всех. Тут. Именно. Может. Почти всегда оказывается. Game Changing. То есть. Мы. Выиграем. Благодаря. Political Operative. Тоже. Великолепная карта. Вот. Spike Camera. На сегодняшний день. Одну. Сильнейших. Раннерских. Айдентити. Арманд. Волкер. Дает ему. Отличный инструмент. Того. Чтобы. Скажем так. Нормально. Скажем так. Смотреть. Что там находится. В R&D. То есть. Брать карты. Брать деньги. Вот. Для корпорации. Sense Actors Union. Для NBN. Одну из лучших. Скажем так. Identity. Для. Корпорации. Вот. Ну. И. В принципе. Для корпорации. Не особо много. Ну. Тоже. Достаточно. То есть. Ну. Все это. Ассеты. В основном. Для раннера. Это хорошо. Приносит. Так что. Отличный. Сет. Советую. его. Приобрести. Если. Какой-то. Один. Выбирать. Из этого. Цикла. Мобильского. Это. Только. Демократия. Догма. На этом все. Спасибо за внимание. Это. Демократия.